Рубали белых шашками на скаку, вместе потом служили в артиллерийском полку. А у майора Петрова был Лёнька, любимый сын. Без матери при казарме рос мальчишка один. И если Петров в отъезде, бывало, вместо отца, друг его оставался для этого сорванца. Вызовет Деев Лёньку, а ну-ка поедем гулять. Сыну артиллериста пора к коню привыкать. Вместе с Лёнькой поедет в рысь, а потом в карьер. Бывало, Лёнька спасует, взять не сможет барьер, свалится и захнычит. Понятно, ещё малец. Деев его поднимет, точно второй отец. Подсадит снова на лошадь. Учись, брат, барьеры брать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Прошло ещё два-три года, и в стороны унесло Деева и Петрова военное ремесло. Деев уехал на север, и даже адрес забыл. Увидится это б здорово, а писем он не любил. Но от того, быть может, что сам уж детей не ждал, А Лёньки с какой-то грустью часто он вспоминал. Десять лет пролетело, кончилась тишина. Громом загрохотала над Родиной война. Деев дрался на севере в полярной глуши своей. Иногда по газетам искал имена друзей. Однажды нашёл Петрова, значит, жив и здоров. В газете его хвалили. На юге дрался Петров. Потом, приехавши с юга, кто-то сказал ему, что Петров Николай Егорович. Геройский погиб. В Крыму. Деев вынул газету. Спросил, какого числа. И с грустью понял, что почта сюда слишком долго шла. А вскоре в один из пасмурных северных вечеров, где его в полк назначен, был лейтенант Петров. Деев сидел над картой при двух чадящих свечах. Пошёл высокий военный, касая сажень в плечах. В первые две минуты майор его не узнал. Лишь басок лейтенанта о чём-то напоминал. А ну, повернитесь к свету. И свечку к нему поднёс. Всё те же детские губы, тот же курносый нос. А что усы, так ведь это сбрить и весь разговор. Лёнька. Так точно, Лёнька. Он самый товарищ майор. Значит, окончил школу. Ну, будем вместе служить. Жаль, до такого счастья отцу не пришлось дожить. У Лёньки в глазах блеснула непрошенная слеза. Он скрипнул зубами молча, оттёр рукавом глаза. И снова пришлось майору, как в детстве, ему сказать. Держись, мой мальчик. На свете два раза не умирать. Ничто в жизни не может нас вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. А через две недели шёл в скалах тяжёлый бой. Чтобы выручить всех, обязан кто-то рискнуть собой. Майор к себе вызвал Лёньку. Взглянул на него в упор. По вашему приказанию явился, товарищ майор? Ну что ж, хорошо, что я явился. Оставь документы мне. Пойдёшь один, без радиста. Рация на спине. И через фронт по скалам ночью в немецкий тыл пройдёшь по такой тропинке, где никто не ходил. Будешь оттуда по радио вести огонь батареи. Ясно? Так точно, ясно. Ну так иди скорее. Нет, погоди немножко. Майор на секунду встал, как в детстве двумя руками Лёньку к себе прижал. Идёшь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир тебя я туда посылать не рад, но как отец. Ответь мне. Отец я тебе или нет? Отец, сказал ему Лёнька. И обнул его в ответ. Так вот, как отец. Раз вышла на жизнь и смерть воевать, отцовский мой долг и право сыном своим рисковать. Раньше других я должен сына вперёд посылать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Ясно? Так точно, ясно. Разрешите идти? Иди. Майор остался в землянке. Снаряды рвались впереди. Где-то гремело и ухало. Майор следил по часам. Сто раз ему было бы легче, если бы шёл он сам. Двенадцать. Сейчас, наверное, прошёл он через посты. Час. Сейчас добрался к подножию высоты. Два. Теперь, должно быть, ползёт на самый хребет. Три. Скорей бы, чтобы его не застало. Рассвет. Майор вышел на воздух, как ярко светит луна. Не могла подождать, до завтра проклята будь она. Всю ночь, шагая, как маятник, глаз майор не смыкал. Пока по радио утром донёсся первый сигнал. Всё в порядке, добрался. Немцы левее меня. Координаты три десять. Скорее, давайте огня. Орудия зарядили. Майор рассчитал всё сам. И с рёвом первые залпы ударили по горам. И снова сигнал по радио. Немцы правее меня. Координаты пять десять. Скорее, давайте огня. Летели с земля и скалы, столбом поднимался дым. Казалось, теперь оттуда никто не уйдёт живым. Третий сигнал по радио. Немцы вокруг меня. Бейте четыре десять. Скорее, давайте огня. Майор поблинил, услышав. Четыре десять. Как раз то место, где его лёнька должен сидеть сейчас. Но не подавши виду, забыв, что он был отцом, майор продолжал командовать со спокойным лицом. Огонь! Летели снаряды. Огонь! Заряжай скорее! По квадрату четыре десять. Било шесть батарей. Радио час молчало. Потом донёсся сигнал. Молчал. Оглушило взрывом. Бейте, как я сказал. Я верю, свои снаряды не могут тронуть меня. Немцы бегут. Поднажмите. Давайте ещё огня. И на командном пункте, приняв последний сигнал, майор в оглохшее радио, не выдержав, закричал. Я знаю, ты меня слышишь. Смертью таких нельзя. Держись, мой мальчик, на свете. Два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. В атаку пошла пехота. К полудню была чиста от убегавших немцев скалистая высота. Всюду валялись трупы. Раненый, но живой. В ущелье был найден лёнька с обязанной головой. Когда размотали повязку, что наспех он завязал, майор поглядел на Лёньку и вдруг его не узнал. Был он как будто прежний, спокойный и молодой. Всё те же глаза, мой чашка, но только совсем седой. Он обнял майора прежде, чем в госпиталь уезжать. Держись, отец. На свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может. Выше пятьдесят седла. Такая уж поговорка. Теперь у меня лёньки была. АПЛОДИСМЕНТЫ «Я улыбалась». Русская работа